шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе торы корах корах дорогие друзья это двоюродный брат муж и самый хитрый и самый богатый человек в поколении пустыни как он полагал о себе он как и маша принадлежал к семье левитов то есть к семье священников которые работали в храме он искренне считал что богатство происхождение и ум дают ему право стать во главе народ нужно только убедить людей что вождей следует избирать демократическим путем выборная программа кораха отрицала влияние творца на состояние мира а социальное устройство в мире должно быть подчинено разуму интеллекту и только этом богатые люди и интеллектуалы элита человечеству они все имеют право стать вождями народ но во главе должен быть самый разумный и самый богатый и только он может создавать и устанавливать справедливые законы и нормы поведения для общества и для каждого человека зачем тура спросите вы меня показывает нам эту историю и какой урок мы должны вынести из нее давайте попробуем вместе разобраться начнем мы с вами с того что восстание кораха было прямым нападением на маши и а гарон корах его союзники в сущности обвиняли маши в кумовстве в неудачах и прежде всего в том что он был мошенником что он предписывал богу решения и законы которые маши придумал сам для своих собственных целей не дай бог город его компания спорили не ради небес ибо они пришли ради того чтобы подорвать авторитет маши и зависти и чистолюбие мудрецы провели фундаментальное различие между двумя видами конфликтов то есть спор ради истины и спор ради победы сначала маши рабена предложил простое испытание на следующий день они должны были принести жертву благовония а всевышний покажет и примет он их или нет это рациональный ответ поскольку речь шла о том чего хочет всевышний пусть он сам и решает бог недвусмысленно даст людям понять кто из них прав это позволит раз и навсегда установить истину но маши не остановился на этом дорогие друзья как он поступил бы если бы речь шла только об истине маши пытался убедить короха отказаться от своего несогласия от своих обид обращаясь не к его аргументу а к стоящему за ним негодование он сказал короху что ему выпало почетное место возможно он и не был священником но он был левитом а у них был особый статус который не разделили другие колен он посоветовал ему наслаждаться оказана ему честью и не позволять своему честолюбию а держать над ним вверх затем он обратился к датану и авирам из колена рувену но те отказались встречаться с маши что есть признак того что их не интересовала истина правда они бунтовали за того что колено рувена первенца якого казалось было бы полностью исключено из распределения почести мы говорили с вами про эту историю в этот момент противостояние стало еще более напряженным но разве это хороший способ выиграть спор заставить своих противника быть поглощенными заживо на этот раз бог предложил совершенно новый способ разрешения спор он сказал маши чтобы каждая из колен взяли посох и написали на нем свое имя затем поместили в шатер откровения или собрание на посохе колено левитов он должен был написать имя агарон один из посохов прорастет и это будет знаком того кого же выбрал господь так и поступили и на следующее утро они вернулись и обнаружили что посох арона распустился зацвел и дал плоды миндаль это и положила конец спор корах его последователи принадлежали к трем разным группам корах был из колена леви датан и авирам происходили из колена рувена кроме того было еще 250 вождей то есть представителей колен разных колен этих лидеров возмутил тот факт что руководящие роли были отняты у них после греха золотого тельца и отданы колено леви датан и авирам были огорчены тем что их колено потомки первенца якого не получила особого статуса ответ маши кораху теперь ты тоже пытаешься получить право на священнослужение или быть священником кто такой ворон чтобы ты роптал на него дает понять что кора хотел быть коином и вероятно хотел быть первосвященником вместо арон у этих трех групп не было ничего общего кроме того что они хотели быть лидерами это был спор не ради небес весь этот эпизод показывает нам разрушительную природу спора который ведет ведется не ради небес а ради победы таком конфликте на карту поставлена не истина а сила и в результате страдают обе стороны это очень важное правило которое мы можем выучить для себя при любых дорогие друзья проблемах в нашей повседневной жизни когда ты кипишь полон праведного гнева не контролируешь то что ты говоришь или делаешь так говорит машера бейну давай завтра утром возвратишься то есть вернешься к чуве отойди на шаг пережди успокойся подумай другими словами мы должны понять как и когда нужно спорить и нужно ли спорить вообще дорогие друзья давайте жить дружно этого я нам всем и желаю браха вас лаха шалом мир будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин капла